Всем привет! Меня зовут Богомолова Ольга, и это новый выпуск дневника малыша на канале Мавы Киа Раша. И в этом выпуске мы поговорим о питании. О питании 8 месяцев. У нас там столько перемен. Поехали! Прошлый раз, когда я снимала для вас выпуск про питание, мы только-только ввели безмолочную кашу. А теперь мы едим молочную кашу, пьем всякие кефирчики и биолакты, едим творожки, а еще начали есть мясо. Ну и, конечно, у нас в питании остается еще смесь. Куда же без нее-то? Я, конечно, пытаюсь минимизировать ее количество уже, оставлять в идеале только на ночь, но у меня все равно один раз в день получается давать Мирону и смесь. Такое активное введение прикорма началось у нас с молочной каши. Как-то случилось так, что Мирон ел-ел-ел безмолочную, и вдруг он ее есть перестал. Ну вот как будто не нравится, отворачивается, плюется во все стороны, не хочу и все, ни в какую. Я решила дать молочную, но думаю, ну пора уже, а почему бы и нет. И я дала. Дала, попробовали, ему понравилось, он опять влился в кашеедение, он начал опять с удовольствием есть кашку. Никаких аллергических, никаких последствий здесь не произошло, чему я безумно рада. И вот мы так перешли на молочную кашу, стали ее кушать. Потом думаю, ну что, каша, молочная каша, на молоко вроде бы нет никакой реакции, попробую творожок. Попробовал дать творожок. Сначала он как-то не очень его принял, я маленечко выдержала, еще время подождала. Через, сколько-то, через полторы, по-моему, недели я ему попробовала дать еще раз, и он ее съел. Сейчас я делаю творожок, иногда я даю просто творожок обычный, без наполнителя, без всего, самый обычный покупаю. Но иногда я добавляю туда, еще могу потереть чуть-чуть бананчика, чтобы он был немного послаще, повкуснее. И тоже у нас на ура, он прям вот заходит, творожок. Творожок начали есть. Следующим этапом это было... Я зашла в магазин, и на прилавке стоит биолакт. Написано с 8 месяцев. Думаю, ну а почему бы и нет? Молодечко мы уже едим, почему бы и не биолакт? Например, вместо одного дневного кормления смесью. Я попробую дать биолакт, и теперь мы вот в день 200 мл биолакта выпиваем. Втянулись в биолакт, все хорошо. В общем, медленно и верно, плавно и очень удачно мы вот так вот ввели всю молочку, чему я очень рада. Ну а следующим этапом у нас случилось мясо. Тоже думаю, 8 месяцев, самое время пробовать начать. Будем, значит, пробовать. Купила я сначала баночки. Пару баночек купила, одну с индейкой, одну с курицей. Попробовали. Ему так понравилось. Он с таким удовольствием его ест. Причем у меня старшие дети, ну средние он тоже любит. А вот самый старший, он вообще не мясоед, он как-то осторожно к нему относится с самого рождения. Вот у самого маленького, как начали прикорм. Так он как-то его не очень. А Мирону так понравилось мясо, он с таким удовольствием. Я смешиваю его вместе с овощным пюре. И он с удовольствием кушает. Когда делаю, как я уже сказала, иногда я делаю из баночки мясо. Покупаю в баночке, в готовое пюре кладу просто там пару ложечек. Иногда я маленький кусочек блендером делаю. Овощи Мирон тоже с удовольствием кушает. Я даю ему овощи, там могу морковку ему сделать. И также делаю рагу, так сказать. Но пока что еще я блендерю конкретно так в пюре. Расскажу вам самый-самый мой любимый рецепт овощного пюре, который я делаю для Мирона. И признаюсь вам честно, я сама с удовольствием его ем, пока кормлю ложку Мирону, ложку себе, ложку Мирону, ложку себе. Это такое вкусное блюдо, реально из детства, как из детского сада. Я беру кастрюльку и просто отвариваю там овощи. Либо в обычной воде, либо я беру куриный бульончик. Это морковка, капуста, лучок и картошечка. Варю-варю, все до готовности. Когда все это... Во-первых, надо мелко это все порезать, чтобы оно быстрее сварилось. Особенно морковка, она из этого всего самая долгая. До мягкого, как морковка сварилась. Я кладу туда небольшой кусочек масла сливочного. Ну и, конечно же, чуть-чуть солю. Это блендером все жик-жик-жик-жик-жик до состояния пюре. Сейчас я пока что делаю прям пюре-пюре, но вот начну вот сейчас уже. Чувствую, что надо маленечко не совсем пюрировать до самого жидкого состояния. Пора уже вот 8 месяцев, пора уже оставлять какие-то небольшие кусочки. И с каждым разом эти кусочки оставлять все побольше и побольше, и побольше, чтобы ребеночек привыкал к кушку с кусочками. Вот и все. Вот и весь очень простой рецепт. Очень вкусный, не надо никаких паровых пароварок и так далее. Быстренько все сварили, и очень вкусненько получается. Ну и расскажу, собственно, как выглядит наш обычный дневной рацион. Когда Мирон просыпается, мы немножечко... Не сразу я его тащу есть быстрее. Мы немножечко с ним гуляем, играем, переодеваемся, умываемся. Потом я ему делаю кашу. Мы едим кашку. Затем мы, опять же таки, играем, гуляем и так далее. Через пару часов у него наступает первый дневной сон, и я ему на этот сон даю биолакт. Он кушает, засыпает. Когда просыпается, я даю ему что-то... Могу творожок, например, дать, а могу дать фруктовое пюре какое-нибудь. Это просто, что под руку попадется, под настроение. Вчера, например, ели творог, сегодня у нас будет фрукт. Вот, он кушает творожок или фрукт. Вот, мы идем гулять. Нагулялись, возвращаемся. И то, о чем я вам сегодня рассказывала, у нас на обед овощи и мясо. Надо начать уже попробовать рыбу. Попробую, расскажу. После обеда у нас наступает еще один дневной сон. И вот здесь как раз у меня получается, что я ему даю еще один раз смесь. В этот раз он ест смесь, засыпает. А когда просыпается, у нас наступает время полдника. И опять же-таки, это либо творог, либо фрукт. Зависит от того, что мы ели в первой половине дня. Если в первой половине дня был творог, значит фрукт. Если в первой половине дня был фрукт, значит творог. Еще когда мы были последний раз у врача, врач мне сказала, что можно уже начинать давать яичко. Желточек яичный. Но я пока еще не давала, надо бы тоже попробовать. Вот такой вот восьмой месяц открытий в плане питания. Слава богу, Мирон все принимает, все ему нравится. Никаких аллергических реакций у него нет на продукты, которые я ему предлагаю. Но нам нужно еще попробовать огромное количество продуктов. Буду вводить потихоньку и обязательно буду рассказывать вам. А вы подписывайтесь на канал Мавы Киа Раша и не пропускайте ничего интересного. Увидимся в следующем выпуске. Пока!